Мы начинаем с 8 сентября 1943 года. Гражданская война в Италии была конфликтом, в котором участвовали национал-республиканская армия Италии при поддержке фашистских сил и королевская итальянская армия при поддержке антигитлеровской коалиции. Предводили этими боевыми структурами соответственно Итальянская социальная республика, по сути марионеточное государство Третьего Рейха и Королевство Италия. Предыстория. 25 июля 1943 года лидер итальянской фашистской партии Бенита Муссолини был сверкнут и арестован. 8 сентября Италия сдалась союзникам, но армия осталась в плену у нацистов, а 25 сентября Дуче Бенита Муссолини нацисты назначили главой Итальянской Социальной Республики. Партизаны. Также нам не стоит забывать о еще одной силе в этой войне – партизанах. Их во время итальянской кампании западные союзники снабжали стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Союзные войска и партизаны сотрудничали в военных миссиях, десантировались и высаживали личный состав в тылу врага. Первые партизанские отряды были сформированы на северо-западе Италии. Другие группы, состоящие в основном из славян и коммунистов, первые организованные подразделения вскоре распались из-за быстрой реакции Германии. В Бовесе нацисты устроили свою первую бойню на территории Италии. Кстати, а союзники не верили в эффективность партизан, поэтому британский генерал Александр отложил их атаки на нацистов, но все-таки партизаны без ничего бы на то ведомо самостоятельно атаковали и уничтожали офицеров, солдат, материальную часть и склады гитлеровских вооруженных сил, уничтожали людей, места, имущества фашистов и предателей, сотрудничающих с немцами, и громили военную промышленность, системы связи и все, что могло бы помочь военным планам нацистских оккупантов. Коммунистическая партия Италии, или ГАП, создавала небольшие группки, целью которых было развязать городской террор посредством бомбовых атак против фашистов, немцев и их сторонников. Чаще всего они действовали самостоятельно. Успех таких атак заставил немецкую и итальянскую полицию полагать, что они были составлены из агентов иностранных разведок. Фашисты Фашисты были сильны в городах и на равнинах, где их можно было поддержать тяжелым вооружением, тогда как небольшие партизанские отряды преобладали в горных районах с лучшим прикрытием, где крупные соединения сил оси не могли эффективно маневрировать. Случалось даже и такое, что некоторые фашисты сталкивались с другими фашистами. Чтобы не позориться перед нацистами, силы Итальянской Социальной Республики изо всех сил пытались держать мятеж в секрете, что привело к тяжелым потерям для немецких оккупационных сил, дислоцированных для их поддержки. Фельдмаршал Альберт Кесселеринг подсчитал, что только с июня по август 1944 года итальянские партизаны нанесли немцам как минимум 20 тысяч потерь убитыми, взятых в плен и пропавших без вести. Также столько же было раненых. Падение фашистского режима. Когда партизаны изувечили весь тыл итальянских фашистов, а антигитлеровская коалиция начала наносить колоссальный урон гитлеровцам, так и последователям идей Муссолини, тогда итальянские партизаны подняли торжественное восстание в конце апреля 1945 года, атакуя отступающих немцев. 26 апреля 1945 года была взята Генуя. Двумя днями позднее – Пал и Турин. 27 апреля Муссолини бежал и скрылся в горах, но на следующий день его нашли партизаны и сами знаете, что с ним сделали. Фашистские войска полностью капитулировали 2 мая 1945 года по соглашению с заключенному с союзниками 30 апреля, еще до капитуляции Германии перед союзниками 7 мая 1945 года. Последствия войны. После гражданской войны многие солдаты, руководители и сторонники фашистской партии Италии были подвергнуты показательным процессам и казнены. Остальные были убиты без должного суда, но, к сожалению, были убиты и не вовлеченные в процесс мирные жители, в том числе люди, ошибочно обвиненные в сотрудничестве с немцами. Ребят, хочу сразу сказать, почему видео вышло столь коротким, потому что это была именно гражданская война между партизанами и фашистами, и особых кардинальных поворотах в их конфликте не было. А вот уже больше об освобождении Апеннинского полуострова от сил оси говорится в итальянской кампании союзников, которые и вели основную войну в Италии. Если вы хотите выучить английский с нуля, то знайте, это реально. На канале Александра Джувмана есть видео по обучению инглиша, где он детально и с юморными отступлениями повествует о базах английского. И если вы хотите выучить английский язык или подтянуть свои скиллы в этом языке, то переходите на этот канал. Ссылка на него будет в описании, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok